МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли оставаться молодым вечно? Как остановить безжалостный ход времени и избежать старости? Старение – это что-то такое связанное со временем. Разве на время можно повлиять? Нет, не можно. Значит, время не остановишь. А на самом деле старение – это биологический процесс, и на него можно повлиять. Это не время. Люди всегда стремились замедлить старение и продлить жизнь. Но только в 20 веке геронтологи смогли приблизить мечты человечества к реальности, чтобы в веке 21-м предложить всему миру настоящее лекарство от старости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В нашей лаборатории мы занимаемся разработкой целой группы лекарств, нацеленных на лечение социально значимых заболеваний, таких как остеопороз, онкологические заболевания, сердечно-сосудистые. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лабораторию подобно этой можно найти в любом уголке мира. Исследователи постоянно ищут новые средства от серьезных болезней – привычных спутников старости. Для разработки лекарств порой используются самые далекие от медицины материалы. Суть нашей технологии заключается в том, что фабрикой для производства этих лекарств являются хлебопекарские дрожжи. Они являются достаточно удобной моделью для производства и разработки таких лекарств. Поскольку в них мы можем воспроизвести натуральные человеческие белки и наладить их выпуск в дальнейшем в больших количествах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какими бы совершенными ни были лекарства от возрастных болезней, избавить человека от наступления старости им не под силу. Что есть причина, а что следствие? Болезнь или провоцирует наступление старости? Или процесс старения вызывает болезни? Главный вопрос, ответ на который может стать ключом к долголетию. Мы боремся с последствиями, а не с причиной. Потому что всякая косметика, так называемая медицина антистарения, антивозрастная, как ее в России называют, это скорее как штукатурка на старом здании. Трещины замазали, закрасили, и вроде бы все хорошо. А фундамент просел, стены трескаются. Сегодня существует свыше 300 теорий старения, основанных на разных предположениях о его причинах. Но ни одна из них пока не подтверждена. Так как мы многого не знаем, то может быть самая сумасшедшая гипотеза, которая нам кажется совершенной, ерундой, она может оказаться правильной. Ученые сибирского НИИ биохимии в поисках истины обратили внимание на человеческий иммунитет. Поразительно, но иммунная система начинает слабеть уже в 12-15 лет. Иммунитет 20-летнего человека ниже, чем у подростка. Вот процесс старения начинается намного раньше, чем нам хочется. И нам остается буквально вот один миг, небольшой. А потом уже начинается борьба с болезнями, со старостью. К пожилому возрасту защита организма ослабевает настолько, что болезни, безобидные в молодости, представляют смертельную опасность. то есть все наши клетки зарождаются в процессе этих клеточного деления. Проходит жизненный цикл, стареют и после этого погибают. Жизненный цикл клетки это определенное количество делений и образование новых клеток взамен старых. Удвоение это ключевой механизм любого клеточного деления. В результате вы должны получить две совершенно одинаковые клетки, в структуре ядра которых присутствуют две совершенно одинаковых ДНК. Клетки иммунной системы обновляются несколько иначе, а ключевую роль в их рождении играют макрофаги. Макрофаги. Разновидность белых клеток крови. Они с рождения следят за частотой нашего организма на клеточном уровне. Принцип их работы можно сравнить с тем, как работают усики насекомых. Нащупав даже микроскопичные макрофаги уничтожают ее, а погибшие вражеские клетки и их остатки съедают, заключают внутрь своей оболочки. Макрофаги учатся распознавать врагов постепенно. С большинством вирусов и микробов мы сталкиваемся в первые годы жизни. Для клеток-чистильщиков это момент обучения. Позже при столкновении с уже знакомыми чужеродными объектами макрофаги уничтожают их гораздо быстрее и эффективнее. Поэтому болезни, не перенесенные в детстве, представляют серьезную опасность для взрослого человека. Захватывая продукты деградации клеток, он из окружающей среды захватывает и определенный специфический белок. Макрофаги его выбрасывает в окружающую среду и из этой окружающей среды живые еще жизнеспособные клетки его захватывают и в них он запускает процессы клеточного деления. Макрофаги знакомят другие клетки иммунитета с новым врагом и помогают распознать его в будущем. Уничтожив вражескую клетку, макрофаг одновременно выделяет белковый фактор. Вещество-сигнал, запускающее размножение иммунных клеток. Так макрофаги поддерживают нашу защитную систему, избавляют от мусора и заставляют ее совершенствоваться. Но сами макрофаги не способны обновляться вечно. Чем старше человек, тем меньше их становится. Если функция макрофагов недостаточно, будем говорить, высока, недостаточно активна, то организм может попасть в состояние иммунодефицита. Увеличить количество специфических клеток можно с помощью донорства. В крови молодого организма все еще много макрофагов. Но в данном случае важна генетическая совместимость. Поэтому донорами могут стать только близкие родственники. Но что, если организм получит не причину, а следствие? Не дополнительный макрофаг, а выделяемый им белок, который запустит размножение иммунных клеток. Мы перед собой поставили задачу запустить образование вот этого специфического белка. Поэтому мы запустили процесс получения рекомбинантного белка. Что значит рекомбинантного? Это значит, что этот белок синтезирован не в самом организме человека, а в искусственных условиях, в лабораторных условиях. Синтезировать белок не самая сложная на сегодня задача. Гораздо важнее добиться его полной совместимости с человеческим организмом, чтобы все та же иммунная система не приняла белок за вражеского лазутчика. Искусственный сигнальный белок уже прошел испытаний на клетках грузунов и человеческой печени. В обоих случаях вещество сработало безотказно. Иммунные клетки пожилых мышей песчанок начали делиться, как у молодых особей. Производство препарата на основе искусственного белка планируется запустить уже в 2013 году. Ученые уверены, ампулы антистарения могут появиться в аптеках всего через два года. Я, как ученый, конечно, предсказываю, что и в 80 лет можно будет завести вторую или, может быть, третью жену и родить полноценного ребенка. И в 90 лет можно быть на государственной службе. А что будет в реальной жизни, вот покажет сама жизнь. Стимулятор иммунитета может стать для человечества спасением от старости только при одном условии. Если подтвердится идея о решающей роли чистильщиков-макрофагов в старении всего организма. Микробы – это же постоянная борьба с микробами. Они разные. А как вы одним лекарством от всех микробов защититесь? Но что, если у старения есть другие причины? Если каждая наша клетка заранее запрограммирована на гибель в определенном возрасте? Любой живой организм, будь то человек, животное или растение, стареет и умирает в положенное ему время. У каждого есть свой срок годности. Продлить его невозможно, какими бы идеальными ни были условиями. Рост и развитие происходят путем клеточного деления. Каждая новая клетка – почти точная копия оригинала. Передав полномочия новичкам, клетка-оригинал со временем отмирает. Но данные о строении и особенностях тела сохраняются у ее последователей. Хромосомы – это строение из ДНК, в котором записаны все признаки человека. В упрощенном виде хромосомы можно представить в виде двух перекрещенных спиралек. На конце каждой есть маленький защитный колпачок – теломера. Он тоже делится вместе с клеткой. Но с каждым новым циклом становится все короче и короче. И когда они укоротятся до определенного минимума, клетка перестает делиться, не может больше делиться. Это и есть собственностарение на клеточном уровне. Теломеры могут делиться не более 50 раз. Когда они становятся минимально короткими, клетка больше не может воспроизводиться и умирает. То есть организм с возрастом теряет способность к восстановлению. В пользу теории укорачивания теломер говорит и феномен под названием преждевременное старение. Однако не у всех теломер срок годности ограничен. В половых и раковых клетках теломеры могут делиться бесконечно, не укорачиваясь. Все дело в ферменте теломеразе. Он достраивает в новых клетках пропущенные кусочки и ДНК воссоздается в прежнем размере. В других клетках организма теломераза тоже есть, но она не активна. Группа российских ученых создала препарат, заставляющий работать спящий фермент. Мы провели 25 экспериментов по продлению жизни. Это мыши, крысы, мухи и так далее. И что мы получили? Введение этих веществ приводило к увеличению средней длительности жизни на 25-30%. Максимальная длительность жизни мы получили увеличение 42%. Препараты, прошедшие такую серьезную проверку, пептиды. Короткие фрагменты белка, способные запустить программу восстановления теломер на генетическом уровне. Насколько успешно пептиды справляются с этой задачей, могли бы рассказать эти лабораторные мыши. По человеческим меркам они живут невероятно долго и почти не болеют. Эти мышки живут порядка двух с половиной лет, тысячи с лишним дней. Это перенести на человека до 120 лет. Эксперименты на животных проводились в течение 30 лет, а несколько последних лет пептиды принимают люди из группы добровольцев. Всего в эксперименте участвовало примерно 300 человек. Смертность в группе людей, получавших пептиды, на 45% оказалась ниже, чем в контроле. То есть мы замедлили темп старения и снизили смертность. С помощью пептидов ученые смогли не только увеличить продолжительность жизни, но и добились значительного улучшения самочувствия у пациентов. Я принимаю пептиды с целью замедления старения в течение уже 10 лет. У меня достаточно высокая энергия, то есть я не чувствую процессов старения. Но гарантируют ли пептиды вечную молодость? Мы так думаем, что пока киломерная гипотеза не вкладывает в то старение, которое мы наблюдаем, большого вклада. Вклад ее, конечно, есть, но пока незначительный. Я думаю, что, наверное, такого лекарства от всего сделать нельзя, потому что, на самом деле, причин, которые могут повредить организм, очень много. И одна из них воздух, которым мы дышим. Вернее, содержащийся в нем кислород. С внешними признаками старения люди сражаются давно. Морщины, пигментные пятна, потеря кожи и упругости. Для каждой проблемы есть сотни различных кремов и сывороток. Но предотвратить процесс старения невозможно. В наших клетках в подавляющем большинстве из них есть очень своеобразные органеллы. Вот как у людей и животных органы, у клеток органеллы, части клетки. Это наши электростанции, в которых образуется энергия, обеспечивающая всю нашу жизнь. Такие электростанции называются митохондриями. они окисляют питательные вещества кислородом воздуха и производят энергию, создавая заряд на собственной мембране. Но этот процесс сопровождается побочным эффектом. Помимо энергии, митохондрии постоянно производят яд, активные формы кислорода, являющиеся свободными радикалами. Свободные радикалы – это сверхактивные вещества, несущие на орбите одного из своих атомов не спаренный электрон. Митохондрии умеют делать их из обычного кислорода. В поисках подходящей пары для одинокого электрона такие молекулы хаотично перемещаются по всему организму. При этом окисляют различные вещества в клетках, тем самым разрушая их. В силу своих свойств кислород носит с ней по всей клетке где угодно и ищет, у кого будет электрон отобрать, кого бы окислить. И процесс абсолютно нерегулируем с точки зрения биологии, поэтому он окисляет все, что угодно. Если доберется в конце концов до ДНК, то будет очень плохо. Активный кислород главная причина появления морщин, ухудшения подвижности суставов и множества старческих недугов. За 70 лет жизни человеческий организм успевает переработать более тонны кислорода. Сколько яда за это время произведут митохондрии, невозможно представить. Разрезанное яблоко на воздухе быстро темнеет. Это окисляется содержащееся в нем железо. Подобным образом активный кислород окисляет и весь человеческий организм. Ученые из МГУ считают, что митохондрии специально образуют активные формы кислорода, чтобы состарить и в конце концов убить нас. Так, по их мнению, реализуется записанная в наших генах программа старения. Мы предложили в Паруне конкретный вселенского масштаба эксперимент по проверке нашей гипотезы старения, связанного с митохондриями, а именно мы предложили некий набор веществ, целенаправленно направленных в митохондрии, которые перехватывают свободные радикалы именно в месте их образования. Эти вещества антиоксиданты. Упоминание о них можно встретить на упаковке многих продуктов. Какао, зеленого чая, фруктовых или овощных соков. Антиоксиданты это вещества, которые легко отдают электрону кислороду, нейтрализуют узло, а при этом сами по каким-то причинам не являющиеся такими страшными радикалами. Но стакан чая или литр сока замедлит старение неспособно. С необратимыми процессами в организме могут справиться только вещества, точечно воздействующие на митохондрии. Такими свойствами обладают уникальные вещества, созданные в лабораториях МГУ. Один достаточно хорошо изучен, второй начали изучать в нашей лаборатории только несколько лет назад. То есть мы его синтезировали и мы его изучаем. Первый этап экспериментов изучение механизма работы антиоксиданта. Это не детский кубик, а модель клетки. На миллиметровое отверстие натянута тончайшая пленка, имитирующая мембрану клетки. В ходе этого исследования ученые поймут, насколько легко вещество сможет проникнуть внутрь клетки. Антиоксидант, справившийся с этой работой, проверяется уже на живых клетках. Исследование на кличных культурах наиболее простая модель, которая может предсказать уже непосредственно свойства соединения, которые мы синтезируем. И в дальнейшем их можно уже отобрать и только исследовать в дальнейшем только лучшие соединения. Цель эксперимента выяснить, смогут ли выжить клетки от воздействия окислителя, если их защитить. Вначале материал обрабатывают антиоксидантом. Затем добавляют активный окислитель, привычную перекись водорода. Обычно она запускает процесс запрограммированной смерти клетки. Сумеет ли антиоксидант остановить клетку, решившую покончить с собой? Мы налили достаточно перекиси, чтобы клетка погибла. Соответственно, на этой модели мы можем смотреть, подействовали ли наши антиоксиданты или не подействовали. Вероятно, можно предсказать, что защита скорее всего, будет полный. Что же случится с организмом, если его митохондрии будут защищены антиоксидантом? То, что происходит внутри, отражается в глазах в буквальном смысле. С возрастом часто развивается катаракта, помутнение глазного хрусталика, одна из причин старческой слепоты. Хрусталик глаза состоит из клеток, заполненных особым белком, кристаллином. В норме кристаллин абсолютно прозрачный, но при воздействии свободных радикалов мутнеет. Первый лекарственный препарат на основе направленных антиоксидантов уже прошел все лабораторные испытания. Его эффективность была проверена и на животных. Эти кролики получают лекарства от старческой слепоты с рождения. Видишь? Видимо, я могу уже есть. На данном этапе эксперимент уже длится более года. Пока что каких-то побочных явлений выявлено не было, что дает основания полагать, что с одной стороны препарат уже будет эффективный, а с другой стороны он не будет иметь каких-либо побочных действий на организм. лекарства на основе антиоксиданта выглядят как обычные глазные капли. Для животных это уже привычные процедуры, но результаты превосходят все ожидания исследователей. И, о чудо, действительно, у них исчезала катаракта, у них нормализовалось глазное дно, восстанавливалась сетчатка. Конечно, самый мощный эффект был в профилактике, то есть если с молодых ногтей им капать эти капли, то эти болезни просто не развивались. Антиоксидант против старческой слепоты только первый шаг. На основе той же технологии ученые обещают создать препарат системного действия таблетку, которая защищала бы все митохондрии в организме от повреждения. Одну таблетку, которую принял и сразу стал молодым, это точно никогда не будет и нельзя. Да и никто в это и не верит. Но, на мой взгляд, самые важные достоинства этого подхода заключаются в том, что он избирательно может повлиять только на митохондриальные процессы. Какое лекарство спасет человечество от старости и заметно продлит его жизнь? Покажет только время. Только оно сможет подтвердить или опровергнуть то или иное открытие. Чем-то одним невозможно объяснить старение. Каждая теория отталкивается от какого-то факта, который достоверен. Он действительно происходит. Но он как в мозаике только или в пазл составляет маленькую часть общей картины. Осталось только собрать головоломку старости в единое целое. И случится это совсем скоро. Сторонники разных гипотез называют одинаковые сроки. Уже через 10-15 лет лекарство от старости будет найдено. Я верю в то, что мы спокойно будем говорить, что у нас нет такой проблемы старения. Мы все молодые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА